...новным по статье «Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды». На видео, которое было снято на мобильный телефон, видно, как сотрудник милиции введет двух женщин в хиджабах и сажает их в микроавтобус. Молодая женщина, сидевшая в салоне этой машины, сказала, что задержанных отвезут в участок именно из-за ношения хиджабов. Видео было снято на рынке города Исфара. Адвокат Укила Шарифова считает, что лишение свободы — это слишком суровое наказание и будет обжаловать приговор. Традиционно таджички носили платки, повязанные поверх головы. Но в последние годы они стали покрывать голову хиджабами. Власти республики считают, что это явление связано с радикализацией общества и всячески пытаются этому противостоять. Но эксперты полагают, что главная причина заключается в том, что женщины в хиджабе — это просто модный тренд. Почему ему следуют таджикские женщины, выяснял наш корреспондент Ануширвон Арипов. С каждым годом в Таджикистане растет количество женщин, которые добровольно или под принуждение мужей носят на голове традиционный исламский платок — сатр и хиджаб, говорят независимые эксперты. Причем предпочтение отдается не национальной таджикской одежде, а ее арабскому аналогу. Я не знаю, носит ли платок сатр, таджичка, русская или татарка. Я знаю, что мусульманка его носит и ходит, закрывшись. На рынках продают сатр, и мы их покупаем. Не будут продавать — мы не станем покупать. В Коране говорится, что женщина должна закрываться платком ради ислама, ради Корана, ради Аллаха. Это никому не мешает. Я боюсь об этом говорить. Это опасное дело. Прошу, не надо спрашивать. Эксперты называют несколько причин, по которым женщины надевают хиджабы. И радикализация общества здесь не на первом месте, хотя и является значительным фактором. Таджикские национальные платки, которые завязывают немного не так, как сатр, тоже соответствуют нормам ислама. Но ходить в арабском варианте этой одежды просто модно. Я думаю, что более половины людей, которые носят хиджаб, это не из религиозных убеждений. Это просто такая мода. Я знаю людей, которые вообще об исламе ничего не знают. Просто когда они хиджаб надевают, они действительно такими шикарными становятся. Отсюда они более привлекательными становятся. Эксперты считают, что такое положение вещей настораживает власти Таджикистана. Чужая мода несет чужие ценности. И с этим нужно бороться. Особенно, когда дело касается религии. В прошлом году МВД Пахатлонской области отчиталось о закрытии более чем 160 магазинов, специализирующихся на продаже религиозной одежды. А на днях глава комитета по делам женщин заявила о необходимости усиления контроля над модой. Задача не стоит в том, чтобы снимать людей с женщин хиджабом. Просто они не хотят, чтобы это политизировалось. Чтобы люди хиджаб не носили свою идею. Идею, которую хотят они видеть. Вот видят государственный строй. Именно исламский, например, исламское государство. Люди просто носили это как к хиджабу, относились как к социальному явлению. Об эффективности этих мер специалисты судить не берутся. Насильно заставить женщин снимать исламскую одежду никто не имеет права. И носить сатр и хиджаб или нет – личное дело каждой.